Уличный лос-анджелесский художник Скайлер Грей разрисовал Lamborghini Aventador S. В роли холста выступил Aventador S с 12-цилиндровым двигателем, выдающим 740 сил. На кузов художник нанес краску желтого, темно-оранжевого и белого цветов, а по бокам машины Скайлер изобразил быков. Aventador специально подготовили для презентации на неделе автомобилей в калифорнийском Монтерее. На аукционе Sotheby's ушел с молотка Aston Martin DB5 1965 года. Один из двух автомобилей, которые были построены специально для съемок фильма про Джеймса Бонда. Машина ушла за рекордные 6 миллионов 400 тысяч долларов. Примечательно, что этот экземпляр никогда не появлялся в кадре целиком, так как был набит разнообразными муляжами приспособлений для агентов Mi-6. В частности, пулеметами Браунинг в крыльях автомобиля. К 2020 году Яндекс планирует вывести на российские дороги общего пользования порядка тысячи беспилотных автомобилей. Как отметили в пресс-службе компании, это поможет быстрее протестировать новые технологии. Для исследований нужно проехать тысячи километров. Это можно сделать и парой машин, но такой эксперимент рискует затянуться надолго. Напомним, подобные автомобили оснащены беспилотной системой четвертого уровня, то есть машина может передвигаться без помощи водителя. Пока что беспилотники тестируют в Москве, но вскоре испытания распространятся и в другие крупные регионы, в частности, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Санкт-Петербург 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 Санкт-Петербург